Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания к римлянам 13 глава. Эта глава начинается с одной, наверное, из самых известных и часто цитируемых утверждений апостола Павла, но вызывающие, если не однозначные, то противоречивые чувства. Итак, «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие власти от Бога установлены». Надо сказать, что здесь, конечно, есть и некая проблема, связанная с переводом, и в современных комментариях вы всегда найдёте, что говорится о том, что любая власть существует под Богом. Именно так, наверное, правильно переводить этот стих. Но, как бы независимо от этого, как бы мы ни переводили, от Бога или под Богом, всё-таки дальше апостол Павел раскрывает свою мысль, и почему он любой власти, а мы понимаем, что он существовал именно в условиях языческой власти, усваивает божественные прерогативы. И здесь нельзя забывать, что на самом деле, если мы будем читать книгу «Деяний», то мы, в общем-то, увидим, что власть неоднократно спасала апостола Павла, хотя это приставание книг «Деяний» заканчивается тем, что в узух он прибывает в Рим на суд римского императора. Но в то же время многочисленные случаи преследования, они со стороны, прежде всего, иудеев, предоставляя апостолу Павлу защиту со стороны власти, он обладал римским гражданством, это давало ему очень большие прерогативы в вопросах судопроизводства, поскольку очень немногие в огромной Римской империи обладали этим гражданством. Его с трудом можно было получить у тех, кто жил на периферии этой огромной империи, и, возможно, именно это связано с тем, что апостол Павел таким образом говорит о власти, но не только это, потому что дальше он, собственно, поясняет свою точку зрения. «Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекают на себя осуждение. Ибо начальствующие страшнее для добрых дел, но для злых. Хочешь или не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надо поминоваться не только из страха наказания, но и по совести». Итак, собственно говоря, конечно, мы понимаем, что верховная власть принадлежит Богу. И то, что в конечном итоге все происходит от Бога, что как бы там ни было, но окружающий мир отражает некий Божий замысел, это одна из основных мыслей, одной из литмотивов, которые мы встречаем с вами в послании к Римлянам, в том числе и упомянутой 9-й, 11-й главах. В предхозаветной традиции мы встречаем именно такое восприятие власти, начиная уже как бы с исторических книг, вот в книге «Судьях» прежде всего, еще до того, как была установлена монархия в Израиле. Почему? Потому что судьи – это те, кто выполняют роль Бога. Судьи не обязательно – это то, что занимаются каким-то уголовным, административным судом, а судьи – те, кто разрешают разные вопросы, но они, осуществляя свою власть, по сути, заменяют собой Бога. И поэтому даже в псалмах, в Евангелии цитируются эти слова, в 10-й главе Евангелия от Иоанна, «О судьях» говорит, «Вы боги исте». И здесь, по сути, апостол Павел отражает эту ветхозаветную концепцию понимания власти. Но о чем он говорит? В каком случае это будет действительно так? В каком лишь случае власть будет Божьей слугой? В том, когда оно поощряет, приветствует добро и наказывает зло. То здесь она выполняет некую прерогативу Бога. Естественно, что если власть от этого отказывается, если, напротив, она приветствует зло, но добро препятствует, то, конечно, никакой Божьей слугой она не является. Поэтому здесь это очень важно, что речь не только в этой фразе первой главы «Всякая власть от Бога», но и о том пояснении, которое дали здесь дает апостол Павел. Без него, без того, почему именно он так считает и почему власти, которые связаны с язычеством, он усваивает такие прерогативы, эта начальная фраза теряет свой смысл и свои обоснования. Итак, нужно поминоваться не только из страха, но и по совести. Для чего вы подать и платите, говорит апостол Павел 6 стих, бы они Божьи служители, самим постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, кому обро, кому обро, кому страх, страх, кому честь и честь. Ну, естественно, да, мы понимаем, что в Риме любое какое-то волнение, о чем уже была у нас речь в начале анализа 12 главы, оно рассматривалось как бунт. И поэтому апостол Павел, он действительно призывает к уважению к власти. И, продолжая эту тему, говорит следующее, не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ну, действительно, иногда люди живут в уверенности, что им все должны вокруг. И, конечно, первым должником является Бог. Бог должен быть то и другое. И о своих долгах не по отношению к Создателю, не по отношению к окружающим людям часто никто не задумывается, потому что эта установка, она делает должниками других. Другие мне что-то должны, даже в повседневной жизни, то за меня сделать, это сделать, а не я. И апостол Павел говорит о том, что действительно человек, наоборот, должен считать должником других людей. И, конечно, это должно проявляться в конкретных действиях, в конкретных шагах. Ну, и подоплекой всего этого является любовь, взаимная любовь, ибо любящий другого исполнил закон. А здесь мы встречаем ту фразу, которая нам известна уже из Евангелия, когда Христос говорит о любви, как наивысшей заповеди законе. Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжи и свидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. И так любовь есть исполнение закона. Ну, замечательные слова, которые мы встречаем неоднократно и в других посланиях апостола Павла, где он призывает своих читателей, адресатов к любви. Слова, которые, как можно сказать, отталкиваются от того, что говорит Христос. Любовь, да, она исключает какое-либо зло по отношению к окружающим в самых, да, каких бы то ни было проявлениях. И так поступайте, зная время, что наступил же час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасения, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. И так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Мы знаем, что ранняя церковь, она жила напряженным ожиданием возвращения Христа, его втором пришествии. И апостол Павла говорит, что это должно произойти уже вот-вот, да, ближе к нам спасения, чем тогда, когда мы уверовали. И сравнивать это с переменой времени суток, ночь уходит, день, свет приближается. К огнём будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, пьянству, ни сладострасти и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Конечно, здесь апостол Павел говорит о том, что жизнь человека не должна быть растворена в том, чем живёт окружающий его мир, что он должен выбирать другие приоритеты. И замечает, что, конечно, попечение о плоти они не должны превращаться в похоти, да, когда различные желания, да, низменные, они руководят человеком, направляют его жизнь, становятся для него ориентиром. И что этому апостол Павел противопоставляет? Он не говорит о каких-то запретах, он говорит о том, что нужно облечься в Господа нашего Иисуса Христа. То есть, другими словами, это жизнь, которая всецело принадлежит Христу, как бы облечься, как облекаются люди в одежду. Действительно, мы знаем, что апостол Павел, и видели это в предыдущей 12 главе, рассматривает Церковь как тело Христово. И это обличение Христа, принадлежность Ему, то есть, другими словами, когда мы разделяем со Христом Его прославленную телесность, оно исключает именно то, что человеческое тело, оно служит только для того, чтобы удовлетворять какие-то грехи. Поэтому вот в этом различии, в этой принадлежности является граница, это демаркационная линия. То есть, апостол Павел еще раз подчеркивает, он еще раз напоминает, что тело, оно признано к спасению, что мы облеклись во Христа, как в крещении. Повторяются слова из послания Глатам Сева, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И это обличение во Христа, оно и исключает то, чтобы человек предавался сладострасти и распутству, потому что эта принадлежность ко Христу, она должна проявлять себя в повседневности. Мы все должны помнить, что мы принадлежим Христу. И это должно быть и внутренняя принадлежность, и, несомненно, внешняя, которая проявляет себя в повседневности. Субтитры создавал DimaTorzok